Мира всем! Мира принимаем! Мира принимаем! Мира вам! Ольга на связи, сестра Ольга Из Завьялова Что-то у нее связь плохая Там тетю Зою крестили У нас радостная весть Было, говорит, покаяние Сильное Сильное Погружением крестил в местный батюшку Завьялова Так что помолитесь О Зое, чтобы Господь направил ее на пяти спасения Еще одна минутка у нас У нас теперь разница шесть часов С вами Вчера часы перевели назад Шесть часов Поэтому у нас сейчас два часа А у вас в Сипире там Сколько получается? Восемь часов, да? Вечера Встанем все для молитвы Как меня слышно, хорошо? Да, хорошо слышно Слышим вас Крест у нас Царю небесы Утешителю души и стены И живи здесь И вся исполняя Сокровище в жаду И жизнь подателю Иди, селися мы, и очисти меня от всяких скверных, и спаси блажей души нашим. Господи, Боже наш, благослови нас на сей занятии. Слово Твое довселяется нас обильно, со всякой премудростью. Помоги нам, Господи, быть не только слушателями, но и исполнителями слов Твоих. Ибо Ты сам сказал, блаженный, слышащий Слово Божие и соблюдающий Его. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 26 глава, 1 стиха, страница 191, 1 том толкования Блаженного Петилата. 1 стих. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим, Вы знаете, что через два дня будет пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. После того, как упомянул о царстве и муках, благовременно беседует потом и о своем страдании. Как бы так говоря, и распинатели мои будут осуждены в огонь. С 3 по 5 стихи. Тогда собрались первосвященники и книжники старейшего народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе толкования. Закон повелевал, чтобы один был архиерей во всю свою жизнь. Но иудеи, вопреки закону, делали у себя многих архиереев, сменяя их каждый год. И так, к архиерею того года приходят на совет об убийстве тем, которые должны были удерживать других от убийства и наказывать убийств. А многих архиереями называют евангелист тех, которые окончили уже свою годичную службу. Намереваясь совершить преступное убийство, они боялись не Бога, а народа. Боялись же того, чтобы народ в случае убиения имя Христа в праздничное время не восстал к отмещению за то. Или вместе и того, чтобы убийством своим не отвлечь народа от узаконенных жертвоприношений, а самим не лишаться бы выгод от жертв. Опасались, может быть, и того, чтобы смерть Христа не сделалась общественной и славной. Если убьют его в праздник, им хотелось истребить и память о нем. Таким образом, сделавши совет пред праздником, они положили убить его после праздника. Но он, желая показать, что страждет не тогда, когда они хотели бы, но когда сам он восхотел, допускает взять себя накануне самого праздника Пасхи. Дабы в то же самое время совершилась и Пасха истинная, в которой обыкновенно бывала Пасха прообразовательная. Нельзя при всем не заметить, что они еще осквернили себя убийством, потому что они не хотели было убить его в праздник. И однако ж убивают, лишь только нашли предателя. Чтобы только исполнить волю свою, они на народ уже не обратили внимания. Вопросы по прочитанным стихам. Вопросов нет. Идем дальше. Шестой, седьмой стихи. На экран кто это? Брат Сергея выводит, наверное, да? Да. Спасибо, Христос. Шестой, седьмой стихи. Двадцать шестая глава. Когда же Иисус был в Ифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову толкование. Некоторые говорят, что было три жены, которые помазали Господа миром и о которых упомянули все четыре евангелиста. А другие полагают, что их было две. Одна, упоминаемая у Янна, то есть Марии, сестра Лазарева. Другая та, которая упоминается у Матфея. Она одна и та же, с упоминаемой у Луки и Марка. Так и ты, когда одержим бываешь душевную проказу, превозносясь фарисейски, удаляящее сто от Бога, прими в дом свой Иисуса и помашь его миром добродетелей. Ведь и ты можешь изготовить своего рода мира, очистившему тебя от проказа Иисусу, и возлить на голову Его. Что же означает глава Христова? Не иное что, как Божество Его, которому приносится благоволение добродетелей. Благовоние. Благовоние добродетелей. Псалом 142. И ты приноси Божеству Христову благовоние мира, составленное из добродетелей. И чти Господа, исповедуя Его не только человеком, но и Богом. Ибо через сие ты также помазуешь главу Его благовонным миром, то есть православно богословствуешь. Да, ну, чтобы православно богословствовать, надо знать священное писание, знать толкование святых отцов в церкви, Каноны, правила, то есть то, что было в церкви за эти две тысячи лет, чтобы православно богословствовать. Получается так, что на каждом приходе каждый пастырь сам по-своему поступает. И я бы так даже сказал, что не православно богословствует, а толкует по-своему. И вот сколько сталкивался и в России, и здесь тоже, и за рубежом, по-своему объяснению. Некоторые места писания даже и не думают, что так можно объяснить. Ну, к примеру, апостол Павел говорит, что муж неверующий освящается женой верующей, да? И из этого священник делает вывод, что можно отпевать мужа неверующего. А он же освящается женой неверующей. То есть, ну просто безумию нет предела. Да загляни, батюшка, в толкование блаженных эфилактов, речь вообще не об этом. То есть, вот не православно богословствует. Почему? Потому что не знает ни писания, ни толкования. И оно не пользуется авторитетом. Оно на престоле сознания не стоит. Ни у прихожан, ни у священников. Так, ну еще какие вопросы? По 6-7 стиху. Или дополнение? Ну, нужно конкретно что-то, если спросить. А так как отвечать-то? Вопросов-то и нету. Ну, вопросов нету. Просто дополнить толкование, если что, есть у вас. Ну, я видите. Мне уже боязно дополнять. Я уже 297 комментариев там дал. Понятно. Идем дальше. Это Роман Фроликов. Вот. Ну, можно сказать вопрос, но он такой риторический. Для меня-то он есть ответ. Просто вот у нас в диалогах бывает и в изучении писания там. Раньше было. Вот я говорю, что самая большая, главная добродетель – это благовестие. Если человек не стремится, как Игнатий Тихонович говорит, к благовестию, и не благовествует сегодня, вот на этой неделе, никому не благовествовал, значит, ничего доброго-то и не сделал, на самом деле. Это все согласуется с Евангелием, это со святыми отцами. Ну, не со всеми, конечно, есть такие святые отцы, которые, к сожалению, об этом не говорят. Или говорят даже противоположное бывает. Спасибо, Христос. Далее идем. С 8 по 11 стихи. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая отрата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумевся, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Толкование. Многое слышав от Господа о милостыне и высоко ценя ее. Ученики начали упрекать жену, полагая, что Бог ищет более человеколюбие, нежели чести себе. Но он делает выговор ученикам, так как они неблаговременно упрекали жену от новоприходящих и вообще не следует требовать слишком многого. А тем более от слабой женщины. Но надлежит принимать и малую веру их. Посему, когда кто приносит дар Богу, не отклоняй его и не подавляй усердие его. Не отсылай его раздать кто нищим. Но представь ему совершить приношение. Разве когда кто потребует у тебя совета о том, нищим ли нужно отдать что-либо или принести Богу. В таком случае по совету ему отдать лучше нищим. Но когда уже он принес, то напрасно будешь отсылать его. Надобно и то творить, и сего не оставлять. При том же честь, воздаваемую непосредственно Богу, должно предпочитать всем вообще добродетелям. А следовательно и самой милостыне. И если Христос ради человеколюбия относит дела милости к себе, то не подумай, что Бога должно оставлять и заботиться лишь о милостыне. Ибо в таком случае выйдет, что можно и святотарствовать, и из святотарственного подавать милостыню. Но этого нельзя допустить. А что оказывать милосердие бедным и воздавать честь и угождать самому Христу, есть не одно и то же. Слушай, нищик говорит, вы всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Видишь, что иное дело служить Христу, иное миловать нищих. Хотя Христос по человеколюбию своему и относит к себе самому то, что делают для бедных. Добро ли то, или зло. Вопросы? Вот у меня вопрос. Пожалуйста. Сегодня, где этих нищих-то, настоящих-то, социальные службы работают, как бы все, а вот, а вот храмы-то лживые, все попрошайки-то. А Христос говорит, нищих всегда имеете. В те времена, как бы не было вот таких социальных служб, то действительно люди нуждаются, если бы были. А сегодня вот как, как, как быть-то? Как не ошибиться, или что ли? Можно поделать под больничьей. Или беседовать. Но, как написано в Писании, добродетели, покажите рассудительность, да? На первом месте рассудительность. Но сомневаешься ты, конечно, узнать должен. Чтобы не было это, как в житиях, деньги подал, а не у дьявола. Написано в житиях святых. Мир вам, братья. Вот тоже, опять, то, что я сказал, да, ну и то, что Игнатий Тихо же говорит. То есть, все у нас должно касаться благовестия. То есть, даже милости не даю, это тоже касается благовестия. Как? То есть, даже Евангелие говорит, блажены нищие духом, нищие. То есть, вот как раз благоествовать тем, ну и слушать будут как раз те, которые считают себя нищими духом, да? То есть, не хватает им знаний, вот этого духа. Вот они будут нас слушать. Вот это будет наша жертва временем, усилием, молитвой за них, за этих людей, которые нас слушают. Любовью к ним, помогать им, чтобы они, ну, поверили, что, вот как Игнатий Тихонович доказывает, что он страдает за своих воспитанников, сам себя наказывает. А Господь наш Иисус Христос, так же и мы, вот, он помогает общинникам своим, и мы так же вот должны помогать людям тоже. Чтобы они поверили, что действительно Господь нас любит, и он страдает за нас. Как вот я ему, который благоествовал, и я за него сейчас, за этого человека, почему-то стараюсь помочь ему в его жизни. Время трачу на него, вот, там, рассказываю, объясняю, там, если ему это надо, если он нищий духом как раз вот. А если он не нищий, как раз он не будет слышен, скажет, или покажет вид, что это ему не надо, или уйдет, и все. Вот он и сам покажет, что он не нищий. То есть, вот так это проверяется, кто нищий, а кто не нищий. Можно вопрос? Василий Христос. Да. У меня тут вот такая ситуация сложилась. Ходила к бабушке, помогала. Но она деньги давала за услугу, сама немощная. Дети у нее здесь есть. Дети работающие не могут времени больше уделить, чем я, допустим, я свободная. Ну и выясняется то, что она детям хвалится, в кавычках, о том, что я, вот настоящая верующая, деньги не беру. То есть, я на лжи ее поймала. Как вот мне дальше быть, пока я к ней не хожу, помогать больше. Хотя она меня и приглашает. Не знаю даже, как быть. Спросить у нее, поговорить с ней, почему она так сказала. Она истинная православная, нашего храма Завьяловского. Ну не важно, истинная, не истинная. Ну истинная православная, как я имею в виду. Все извращено. Ту сторону надо выслушать, прежде чем поговорить с ней. Ну она якобы объясняет, что вроде побуждаю их к доброму, детей своих к доброму делу, вроде того, что вы так вот не способны. Ну они работают, я ей и говорила об этом, если вам надо помочь, я имею время на это. А дети-то работают, не имеют время. Я говорю, с удовольствием, я никаких претензий к вашим детям, ничего не осуждаю, ничего даже и даже. А и вот выясняется, что она так вот им меня представляет, но мне тоже это мало приятного, зачем. Это ложь. И главное, я тут замешана, понимаете как? Как вот мне до этой ситуации выйти? Ну побеседовать с ней, объяснить, что ложь, ложь от дьявола. Вы говорите наедине сначала, да. Сказать ей, что вам неприятно, она попросит прощения и все. Она же поняла, она может не понимала, что вам неприятно будет, что вы узнать не узнаете. А детей хотела таким образом приблизить Богу. Ее намерения-то благонравные. И если учесть то, что вы бы не узнали об этом. Так, еще какие вопросы по прочитанному? Ну вот, Сергей-то имел в виду нищих, именно таких, которые материально. Правильно я понимаю, да, Сергей? Да, правильно. Нищий духовно-то он сегодня Евангелие раздает, спрашивает меня с такими удивленными глазами, молодой человек, лет 30 ему. А что это за книга такая, Евангелие, даже не знает. Расскажите вкратце им. Рассказал он, взял он в благодарение, поблагодарил. Господь утешение дает. А перед этим прям в толпу людей идут. Да, не надо, не надо. Или есть, есть. Уже есть, либо не надо. А то, что человек в таком возрасте не знает, даже, что такая книга, и о чем она, слово Евангелие, ему неизвестно от этого, меня немножко даже удивило. А с другой стороны, написано, вот если вы не читали, услышите о военных и слухах, и тогда будет конец, и проповедовано будет сей Евангелие прежде всем народу. О военных и слухах мы слышим уже, и Америка тут уже, и НАТО, и все, 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 вот-вот война начнется, и Украина тут уже, все. О военных и слухах слышим. А вот проповедованные Евангелие, сегодня я понял, что нет еще не проповедована в народах, потому что люди даже этого слова не знают. Или может быть оно будет проповедовано, ну как сказать, интернет-то есть. Есть возможность, то есть у всех узнать, может быть это имеется в виду, что проповедована Евангелие. Многие говорят уже о кончине мира, о переделе там собственности, там золотой миллиард, уже все-все-все, в интернете информации очень много, что все говорят, что последние времена живут. И такое встречается, что человек даже и слова Евангелие не знает. Отошел. Спасибо, Христос. Так, еще какие вопросы? Идем дальше. 12-13 стихи. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедована Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Истинно. 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 Идем дальше С 14 по 16 стихи Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот Пошел к первосвященникам и сказал Что вы дадите мне, и я вам придам его Они предложили ему 30 сребреников И с того времени он искал удобного случая предать его Толкование Когда чуждая жена, блудница, оказала такую честь Тогда ученик уходит, чтобы предать его Иуда предатель был из селения, которое называлось Искаран Или Старо С 17 по 19 стихи В первый же день опресночный Приступили ученики к Иисусу И сказали ему Где велишь нам приготовить тебе Пасху? Он сказал Погиб в город такому-то Учитель говорит Время мое близко У тебя совершу Пасху с учениками моими Ученики сделали, как повелел им Иисус И приготовили Пасху Толкование Мне кажется, что первым опресночным днем Евангелист называет день предопресночный Предыдущий днем опресноков Есть Пасху им надлежало по-настоящему вечером в пятницу Этот день и назывался днем опресноков Но Господь посылает учеников своих в четверг Которые Евангелист называет первым днем опресноков Как предшествующие пятницы Которые вечером обыкновенно ели опреснотно Пасху же восхотел совершить для того, чтобы не показаться противником закона Своим временем называет свое заклание Дабы мы знали, что он заколается не без ведома О том и не против воли своей У меня вопрос возникает В толковании говорится Господь посылает учеников своих в четверг Блаженный Кахилак говорит Мне кажется Это как его мнение Но как может четверг посылать Когда он был в среду А нет, тогда понятно В среду предательства А взят под стражу Уже получается позже Ну все, тогда вопрос подпадает Да Так, есть какие вопросы? Идем дальше 20 по 22 стихи Когда же настал вечер Он возлег с двенадцати учениками И когда они ели, сказал Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня Они весьма опечалились И начали говорить ему Каждый из них Не я ли Господи? Полкование Из всего некоторые заключают Что в тот год Господь не вкушал Пасху А ангца говорят Ели стоя А Христос возлежал Следователь не ел Пасху Но мы утверждаем Что он сначала стоя ел Пасху Ветхозаветную А потом уже возлег И преподал свое таинство Наперед совершил он Прообразовательную Пасху А потом совершил и Пасху Истинную А поступки Иуды Иуды предсказывают Стою целью Чтобы как-нибудь Исправить его Заставив усыдиться По крайней мере Общение трапезы И дав ему знать Что он хочет предать Бога Ведающего Сердца И помышления Ученики же Стали беспокоиться За себя Потому что Хотя совесть их Была и чиста Но они Доверяли Не столько себе Сколько Христу Как знающему Сердца Их лучше Их самих Вопросы И все-таки Я не поняла Почему так В среду Его предали А в четверг Они ели Пасху В среду Иуда Пошел на предательство Взяли его Когда В пятницу Взяли В четверг Вечером Так Наверное Получается После Вечери После После Да В первой литургии Так скажем Так Еще какие Вопросы Далее 23 по 25 стихи Он же сказал в ответ Опустившись со мною руку в блюдо Этот предаст меня Впрочем Сын человеческий идет Как писано о нем Но горе тому человеку Которым сын человеческий предается Лучше было бы Этому человеку Не родиться При всем Иуда Предающий его Сказал Не я ли Роди Иисус говорит ему Ты сказал Полтай Хотя Христу И предопределено Пострадать Для спасения Человеческого рода Однако Поэтому Отнюдь не следует Чтить Иуду Напротив Горе ему Потому что Он сделал это Не с тем Чтобы содействовать Воле Божией Но чтобы Исполнить Свою злую волю Притом Если Рассмотреть Нимательно Христос Не имел Непреклонного Желания Быть распятым Это Дает Он видеть Из того Что молился Об Удалении Сей чаши Но так Как он Знал Что по причине Злобы врага Иным способом Невозможно Людям спастись То начинает Потом Желать Испить Чашу Которой Сначала Не желал Было Словами Лучше Было бы Этому Человеку Не родиться Показывает Что Небытие Лучше Бытия Во грехах Ну вот Приходилось При беседах Встречать Таких Людей Точнее Одного Человека Который Говорил Ну вот Иуда же Предал Но это же Все в промысле Божьем Было То есть Он Если бы Не предал То бы Не было Тогда Спасения Ну вот Разъясняет Нам Толкователь Что по своей Злой воле Это сделал Господь Сколько раз Его вразумлял Но Он не вразумлялся И В Бога Человеке Господи Иисусе Христе Было Борением Да Он Человеческая Привода Не желал Этой чаши Испить Но Потом Он сказал Да будет Воля Твоя То есть Он уже И пошел На этот подвиг Ради Скупления Рода Человеческого То есть Вот это Борение Показано Как это Было И капли Пота Были Как кровь В таком Состоянии Борение Но В конце Да будет Воля Твоя Не моя Господи Вот Это Образец Пример Как мы должны Молитву Оканчивать Да будет Воля Твоя Господи Потому Потому что Мы просим Не знаем Что нам полезно Бывает Просим Бывает Сомневаемся Сомневаешься Подобен Морской волне Поэтому Господь Не сразу Нам Предоставляет То Что мы просим Он знает Как любящий Отец Как нам Полезно И не сейчас А потом Так Так Еще Какие Вопросы Или Дополнения По Прочитанному Пока Все ясно Вопросов Нет Слава Христу Двадцать 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 Шестой Стих И когда Они ели Трапезы А он Между тем Будучи Обличаем Не вразумился И даже Прочищаясь Тело Его Не раскаивался Впрочем Некоторые Говорят Что Христос Приобщил Своих Учеников Тайном Своим Уже Тогда Когда Иуда Вышел Так Обязаны Поступать И мы То есть Нечестивых Людей Удалять От Божественных Тайн Намереваясь Преломить Хлеб Господь Благодарит Как для Того Чтоб И нас Научить Приносить Хлеб С Благодарением Так И для Того Чтобы Показать Что Он С Благодарностью Принимает Преломление То есть Умершление Своего Тела И Не Негодует На Это Как На Нечто Невольное Благодарить Наконец И для Того Чтоб И мы Принимали Страшные Тайны Христовых С Благодарностью Когда Говорит Сие С тела Мое То Показывает Что Хлеб Освящаемый На Жертвеннике Есть Самое Тело Христова А Не Образ Его Ибо Он Не Сказал Сие Есть Образ Моего Тела Но Сие Есть Тело Мое Хлеб Незъяснимым Действием Прилагается Хотя Нам И Кажется Хлебом Так 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 Как Мы Слабы Не Решились Бы Есть Сырое Мясо Особенно Человеческую Плоть То Нам Преподается Хлеб И На самом Деле А на самом Деле Это Есть Плоть И Комментарии Как только Было Скрыто Слово Божие Священнослужители Перестали Проповедовать Чистое Неповрежденное Евангелие Сразу Прекратилось Сревоношение И Рождение Все Превратилось В стоячее Затклое Болото Первое Коринфянам 4.15 Ибо Хотя у вас Тысячи Наставников Во Христе Но Немного Отцов Я Родил Вас Во Христе Иисусе Благовествованием Духовное Рождение Рождение Свыше Возможно Только через Библию Не через Богослужение Не через Таинство Полностью От первой До последней Строчки Библия Кричит Об этом Что рождение Идет от Божественного Семени От Слова Божия У каждого Должен быть Такой-то Стих Библии От которого Он обращается Это ключ Отверзающий Врата Это то Семя От которого Получится Эмбрион И начнется Чревоношение То есть Катефизация Все остальное Есть небрачные Связи Халдейское Семя Чуждое И Прелюбодейное От Марка 4 Четвертая Глава Третий И Четырнадцатый Стихи Слушайте Вот вышел Сеятель Сеять Сеятель Слово Сеять Сеятель Это Христос А в дальнейшем Апостолы Все проповедники А семя Это Слово Божие У православных Женет Этого Семени Слово Божие Заменили Вымыслами Человеческими Исайя 28 13 И Стало У них Словом Господа Заповедь На заповедь Заповедь На заповедь Правило На правило Правило На правило Тут Немного Там Немного Так что Они пойдут И упадут Навзнич И разобьются И попадут В сеть И будут Уловлены Можете Расспросить Любого Приходящего В любой Православный Храм Как он Обратился К Богу И вы Не найдете Евангельского Ответа Почти ни у кого Вплоть до Патриарха Ссылается Или на Какие-то Введения Переживания Встречу Праздников Веру Бабушки Посещение Святых Мест Прислужение В алтаре С ранних лет Какое-нибудь Сновидение Несчастный Случай То есть Какое угодно Семя Какая угодно Случайная Связь Но только Не его Семя Ясно Ясно И оглашенные И оглашенные Сегодня Сегодня Нет Этого Водораздела И практически Ни один Священник В России Не может Выполнить Собственного Возгласа Оглашенные Изудитель Притом Кричат Они Этот Возглас К алтарю Лицом Будто К тем Кто Находится В алтаре Получается Чтобы Выполнить Этот Возглас Нужно Все Вместе Со Священником Выйти Из храма И начать Проповедь Потом Месяца Через Три Начать Спускать По одному Тех Кто Родится Свыше Кого Коснется Благодать Прозывающим В чем Сердце Совершится Обращение К Христу Через Благодать Обращающую И вот Только Такие Имеют Доступ Благодати Освящающей То есть К источнику Жизни К вечной Чаши Любви Евангелие Иоанна 6.53 Иисус Уже Сказал им Истинно Истинно Говорю Вам Если Не будете Есть Плоти Сына Человеческого И пить Кровь Его То Не будете Иметь Себе Жизни Священники Предали Слово Божие Предали Слово Божие Отвергли Его А каков Поп Таков И Приход И Прихожане Предали Живое Слово Живого Бога Не держат Библию Ни в руках Ни в сердце И поэтому Путь Всем таким Чаши Закрыт Доколе Они Не родятся Свыше И не Получат Истинного Помазания Духа Святого Тот В ком Есть Дух Святой Он Любит Слово Божие Любовь Библии Это Главный Предвидитель Того Родился Ли Человек Свыше Имел Ли Встречу Со Христом Евангелие Пианна 14 23 Иисус Сказал Ему В ответ Кто Любит Меня Тот Соблюдет Слово Мое И Отец Мой Возлюбит Его Ему Придем К Ему И Обитель У Него Сотворим Кто Не Любит Слово Божие То есть Христа Участь Того Вместе С Иудой Предателем Чтобы Убедиться Что Все Сказанное Здесь Действительно Так Пусть Если Это Священник Попытается Выполнить Оглашенные Из Идите И Выведет Их Всех До Единого Чтобы Началась Литургия Верных Если Вы Хотите Опровернуть Эти Слова То При Возгласе Двери Двери Тщательно Проверьте Стоящих Храм Нет Ли Отлученных За грех И Некрещенных Притом Проверить Нужно Очень Тщательно Нет Ли Здесь Чужих Каждого Личного Лицо Только Тех Кто До Этого Был На Исповеди Настоящего Священника Который Мог Проверить Рождены Ли Эти Люди Духовно Если 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 Один Чужой Приступит Чаше То Священник За это Должен Ответить Своей Головой Как Допустивший Волка Вовчарню Террориста Вирный Дом Четвертая Книга Царств 10.23 И Вошел Иоус Иоанн Давам Сыном Рихаволам В дом Ваалов И Сказал Служителям Ваалов Разведайте И Разглядите Не Находится Ли у вас Кто Нибудь Из Служителей Господних Так Как Здесь Должны Находиться Только Одни Служители Ваалов Если Эти Сроки Прочтут Не Священнослужители А Прихожане То Помолившись Богу Поставьте Себе Задачу Выполнить То Что Слышите В Раме А Именно Оглашенные Из Идите Чтобы Этот Возглас Выполнить Нужно Знать Поименно Всех До Единого Кто Переступает Церковный Порог Знать Их Биографии Иметь На руках Подлинно Заверенное Свидетельство Духовном Рождении Так Было Всегда В Апостольской Церкви А Если Сейчас Идут Всескопом Потоком С улицы А священник Криком Кричит Кто еще Не причастился Кто еще Не причастился Кто еще Не причастился И вы И вы Должны Будете Сделать Вывод Что Это Или Не Храм Божий Или Это Не Православный Священник Или В этот Храм Христос Еще Никогда Не Приходил В Апостоль Православие Православие Бесправославие Бесправославие Сам Пастырь Не Научен Слово Божие И Никого Не Учит Как Говорит Блаженный Иероним Стридонский Такой Есть Антихрист В рясе А Василий Великий Называет Такого Безгласного Православного Священника Позвращенным Идолом Зато Уже Нарисает Его Пьяным Поваром И Говорит Что Лучше Соглашусь Умереть И Тело Своё Отдать Сам Чем Допущу Недостойного Причастию Комментарии Закончились Ну вот Оглашенные Изведите А вот В одном Из приходов Я знаю Там Эта фраза Выкинутая Здесь Французский Приход Православный Священный Лук Ну и Конечно Проходной Двор Как и Везде Так Вопросы Идем Дальше Двадцать Седьмой Двадцать Восьмой Стихи И Взяв Чашу Благодарив Подал Им И Сказал Пейте Из нее Все Ибо Сие Есть Кровь Моя Нового Завета За Многих Изливаемое В оставлении Грехов Толкование Как Ветхий Завет Имел Заклание Кровь Так И Новый Завет Имеет Кровь И Заклание За Многих Сказал Вместо За Всех Изливаемое Ибо И Все Суть Многие Но Почему Выше Не Сказал Примите Идите Все А Здесь Сказал Пейте Из нее Все Одни Говорят Что Так Сказал Ради Иуды Как Будто Иуда Взяв Хлеб Не Ел Его А Скрыл Чтобы Показать Иудеям Что Иисус Называет Хлеб Своей Плодие Но Чашу И Нехотя Пил Потому Что Скрыть Ее Уже Совершенно Нельзя Было Поэтому Будто Сказал Господь Пейте Все Другие Понимая В переносном Смысле Говорят Так Как Твердую Пищу Можно Принимать Не Всем А Только Тем Кои Имеют Совершенный Возраст Пить же Можно Всем То По Этой Причине Сказал Зас Христос Пейте Ибо Простейшие Догматы Православной Веры Могут Понимать Все А Трудные И Высокие Не Все Вопросы Ну вот У меня Вопрос Вот Почему Тогда Когда Иисус Христос Допустил Иуду До Вкушения Хлеба Ведь Он Знал Его Замусел Его Злое Сердце Почему Допустил Мы Живо Тут В Толковании Читаем Так Обязваны Поступать И Мы То Из Нечестивых Людей Удалять От Божественных Таин Но Господь И Допустил Иуду Ну Если Б Он Не Допустил Ну Это Божья Премудрость То Такой Вариант Он Мог Б Ну Как Сказать Обидеться И Поэтому Некоторые Говорили Вот Иуду Не Допустили А Он И Предал А Господь Всем Предоставлял Именно Да И Объяснение Два Что Он Причастился А Другое Объяснение Что Нет Но Я Вот Вспомнил Как раз Беседу Тоже К Этому Месту Осипов Говорит О Причастии И Правильно Говорил Что Причастие Может И пользу И вред Приносить Вот Посмотрите Говорит Иуда Что С ним Случилось И Вошел В него Говорит Сатана Вот Он Как Говорит Причастился То Понимается И так И так Что Он Причастился А Некоторые Понимают Что Нет Блажен Хосилат Говорит Ну Я не знаю Правильно Нет Я думаю У него Было бы Тогда Какое-то Даже Такое Отправдание Вот Меня Не допустили И все И он Обиделся И пошел На предательство А так Он Все Ему было Дано Для того Чтобы Одумался И несколько Раз Господь Его Уразумлял До последнего И так Каждого Человека Господь Уразумляет Виктор Ты оговорился Да Он Среду Предал А в четверг Была Тайная Вечерь И вошел Сатана В него И это Как раз Показывает О том Что В осуждении Что апостол В другом месте Говорит Что многие Из вас Болеют А некоторые Умирают Потому Что Как Луда Причащается А в чем Ошибка Моя Была Я Не Запонял Ошибка В том Что Хронологии То есть Среду Он Предал В четверг Была Тайная Вечер Восстановление И Вот Он На Тайной Вечере Дал Ему Причаститься И Вошел В него Сатана В описании Написка А Все Понятно Ну Понятно Да Спаси Христос Так Ну Еще Еще Кто Что Какие Вопросы Или Вот По этому Поводу Что Добавите Игнать Тихонович На Связи Так Что Нужно Как Ну Вот Такой Вопрос Что Зачем Господь Иуду Допустил До Причастия Нужно Удалять Таких От Божественных Тайм Нечестивых Людей Удалять От Божественных Тайм А Господь Допускает Это Ну По отношению Иуда Это Чрезвычайное Событие И он Искал Повода Оправдать Своё Предательство Так Объясняет Иоанн Златоуст Если бы Он Не допустил Об этом Василий Великий Говорит Он Бо Сослался Ноги Не умыл А он Меня Таким Поставил Перед Людьми Они Подумали Что Я Такой Ж О Которым Вот Когда Говорит Никому Не говорите До Времени Доколе Не Воскреснет Чтобы Они Соблазнились Когда Уведят Его Распинаемым То Думали О Нем Что Он Истинный Сын Божий Бог И Вдруг Распинаемый Это Мы Вспомнили Когда Этот Обманщик Еще Говорил Что Воскресну И Ученики Так Стали Рассуждать А Так Они Думали Как Пророк Только Человек И Поэтому Умирает Они Вместе С тем Вот Уже Третий День Как Распяли Хорошие Слова Говорят И Они Не Соблазнялись Почему Потому Что Обыкновенный Человек Уязвимая Плоть Все Спасибо Христос Так Еще Какие Вопросы 29 Стих Идем Дальше 26 Главы Сказываю же Вам Что Отныне Не Буду Пить От Плода Сего Виноградного До Того Дня Когда Буду Пить С Вами Новое Вино В Царстве Отца Моего Алкованию Вкусив От Чаши Отказывается Наконец От Телесного Питья А Возвещает О Некотором Новом Вкушении Во царстве То есть В воскресении По Воскресении Действительно Он Ел И пил Но Уже Для Некоторой Новой Цели Ибо Ел И пил Не потому Что Умел Нужду В Пищи А Для Уверения В Истинной Природе Тела Своего Своё Воскресение Справедливо Называет Царствием Ибо Тогда Он Упразднил Смерть Явившись Истинным Царём Или Можешь Понимать И так Новое Питье Есть Откровение Таин Божий Которые Откроются Тогда Во царстве Божием То есть При втором Пришествии И будут Новыми Каких-то Каких-то Есть Мы Никогда Не слышали Мы Никогда Не слышали Христос Обещается Сам пить Их Вместе С нами В том Смысле Что Нашу Пользу Почитает Свою Пищу И Питье Тридцатый Стив И Воспев Пошли На гору Илеонскую Толкование По окончании Вечери Они Воспели Дабы Мы Знали Что И нам Должно Делать Так же Идет На гору Илеонскую Вместо Известное Иудеям А не В другое Какое-либо Неизвестное Для них Место Дабы Не подумали Что он Бегает А вместе И для того Уходит Из кровожадного Города И оставляет Его Чтобы не Воспрепятствовать Им Гнаться За собою А после Обличить Их То Они Преследовали Его И по Отшествии 31-32 Стихии Тогда Говорит Им Иисус Все Вы Соблазнитесь О Мне В эту Ночь Ибо Написано Поразу Пастыря И Рассеется Вовсе Стадо О воскресенье Жемоем Предварю Вас Галилеи Толкование Как Бог Он Предсказывает Будущее А чтоб Ученики Не соблазнились И не Вменили Этого В укор Себе Говорит Что так Написано Поражу Пастыря Рассеется Овцы Стада Захария 13-7 Этим Внушает Следую При Мне Вы были Все вместе А моя Разлука Рассеет Вас Поражение Сына Приписывается Отцу В том Смысле Что Иудеи Распяли Господа По изволению То есть По допущению Отца Он мог Воспрепятствовать Им Но не Препятствовал А попустил Потому и Говорится Что он Поразил Показывает Что Иерусалим Он оставит И пойдет К язычникам Ибо в Галилее Жили Язычники Вопросы По Прочитанные Стихам Нет вопросов Идем дальше 33-34 стихи Петр Сказал им В ответ Если все Соблазнятся Тебе Я никогда Не соблазнюсь Иисус Сказал ему Истинно Говорю Тебе Что в эту ночь Прежде нежели Пропоет Петух Трижды Отречешься От меня Толкование По причине Большой Самоуверенности Петр Один Обещает Не соблазниться Посему Христос Попустил Ему Пасть Чтоб Научить Его Надеяться Не на Себя А на Бога И Слова Христовы Почитать Достовернейшими Собственного Сознания Притом Слова Если все Соблазнятся О тебе Я никогда Отзываются Высокомерием И Отнаруживают В тюрьме Гордость И незнание Собственной Немощи Так Ну у нас Час Прошел Вопросы Вопросы По прочитанному Или по другим Местам Священного Писания Пожалуйста У кого Что Есть Ну Пока Может быть Думайте Над вопросами Просьба Помолиться Александр Юноша Я его На занятия Наши Пригласил Может быть Даже И Появится То есть Чтоб Господь Его сердце Расположил Он Говорит На русском На французском И Английском На Несколько Языках На русском У них Дома Разговаривают В семье Поэтому Русский Язык Он Хорошо Знает И Может Быть Даст Бог И Выйдет На занятия Сегодня Я с ним Беседовал После Богослужения В местном Приходе Александр Помолитесь Так Еще Что Вопросы Вопросы Наверное Все Разобрали В той Группе Здесь Нет Вопросов Ну В общем То После Того Что Мы Прочитали Надо Обдумывать Переваривать И Не Один День Тут Уже Настолько Растолковано Комментарии На Наше Время Поэтому Наверное Вопросы Не Возникают Да Вопросы Не Возникают На Сегодняшний День По Прочитанному Но Есть Информация К Размышлению У нас На предыдущем Занятии Был вопрос О Нищих Кому Давать Милостыню Ну В частности Я Сегодня Прослушал Видеоролик На Афоне Там Есть Так Называемые Серомонахи Которые Живут Не В общежитии А Сами По Себе Ну Как Эти Бродяги Так Сколько Сегодня На этих Монахов Серомонахов Самая Настоящая Охота Идет Изгоняют Их С горе Фон Не дают Им там Возможности Жить Не знаю Чем это Связано Но Меня Заинтересовало Другое Или Обратил Внимание На другое Каким Способом Это Делается Ну По решению Высшего Органа Этой Монашеской Республики Этим Вопросом Занимаются Албанцы Кто Такие Албанцы Это Мусульмане Люди Далеки От Православия Что Они Делают На Афоне Они На Афоне Работают Как Эти Трудники Для меня Тоже Интересный Такой Момент Неправославные Идут На Афон Чтобы Заработать И вот Эти Вот Мусульмане Может И не Мусульмане Но Во всяком случае Они Неправославные Албанцы Они То И Занимаются Этим Скажем Так Делом Нехорошим Изгоняют Разрушают Жилища Этих Серомонахов И Создают Условия Чтобы Оттуда Их Вытеснить Это Вот Такое Отношение К нищим Не любят Их Нигде Вот Такая Ситуация И Еще Один Видеоролик Я смотрел Об Одном Монахе Который Живет В Крыму Ему Очень Много Ездят Паломников Я Послушал Что Он Говорит И Удивился Если Я Допустим Не читал Стотые Писания Я Обслушал Все Открытым Ртом Потому Что Говорил Ну Так Интересно Заманчиво Вот Но Ни одного Слова Он Не говорил По Евангелию Он Говорил Обо Всем Но Только Не об Евангелии Еще Вывел Такое Понятие Я Говорит Монах По Природе Есть Монахи По Природе Природные Монахи А Есть Монахи Книжные Видимо Имел Ввиду То Что Книжные Монахи Читают Священное Писание А Он Вроде Как Получает Откровение Свыше Не Священное Писание А Каким-то Неизвестным Способом Хотя Он Правда Прямо Об этом Не Говорил Но В контексте Можно Было Подумать Именно Так Природный Монах Вот Такая Информация К Размышлению Отошел Сегодня Я Почитал Шарлатанов Много Конечно Так Еще Что Ну А Страничек Было Сказано Что Про Милостын Что Материал Милостын Смотрите К Истинному Православию Там Все Православному Учению Дано По Священному Писанию По Святым Отцам Чтобы Не Возникало Таких Вопросов Так Мы Помолимся Если Ничего Нет Следующее Занятие У нас В четверг Также По Московскому Времени В 16.00 Я имею Ввиду Наша Группа Встанем На Молитву Достойно Достойно Есть Акова Истину Блажите Я Богородицу Истов Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Наш Эду Честнейшую Херубим И Славнейшую Без Сравнения Сиротим Без Без Истления Бога Слова Отшую Сущую Богородицу Тя Величаем И Игнать Тихонич Помолитесь Милосердный Создатель Мы Предстали Перед Твоим Величием Ты Позволил Нам Коснуться Откровения Твоего Слова Божия Помоги Нам Исполнить Это С радостью Исполни Благодать Духа Святого Мы Молимся Патриархи И Пископов Священниках Прося Тебя Господи Дабы Дал Им Рождение Свыше Дабы Проповедовали Неискаженное Слово Божие Приготовь Народ К великим И страшным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную И научи Насценить Это доброе Мирное Время Тебе Господи Слава За Все Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Кто желает Нужно прославить Господа И с напением Аминь Брат Владимир Далеко там Здесь я Немножко пообщаться Хотелось бы Давай Не получилось Слышно меня Да Отлично С миром Ну Те ролики Которые выставили Вот ты снимал На Урале Да Я Посмотрел Конечно Не все Но Понял Что У вас там Благовестие было Порадовался Так сказать А у вас Братик Что Благовестовали А вот Вопрос Такой Ты С Владимиром Пистиковым Встречался Да Я встречался Вот только У него На дом Там у него Не получилось Благовестие Не состоялось Я должен был Заснять его На второе воскресенье Уже Я был на первом воскресенье Там ничего не засняли В этот момент Он говорит Я не готов еще Пока соберу всех От своих родственников А на второе воскресенье У меня не получилось К нему попасть домой Он меня уже ждал Все Так не получилось Мне Мне надо было срочно Уезжать уже В 6 часов вечера И так Мы пока занятия С Андреем Приехали С поселка Был наш Все время Ушло уже За это время Так я не побывал Понятно Две недели ты был На Урале Да Две недели Со вторника По вторник Ну на родину Я вспоминаю Как я ездил Допустим В велетку Тебя понимаю С каким трепетом Ты ехал Ты на родину Ну конечно Более всего Это благовестие Участие в благовестии Вот это радость Ну и печаль У тебя Что родственники Не подвигаются К Богу Ну да Так и есть Да Я помню Приезжал Я с родителями Когда они Начинали слушать И читал Евангелие Какая была радость До небес Можно сказать Но печально Когда с братьями Встречался Они не так И до сих пор Не подвигаются Тут и радость И печаль Все объединяются Так что Аллилуйя Что ты Ездил Слава Христу Слава Христу Интересное Видео снял Как там Даже ты С поезда Сошел Это интересно Было Ну я не все Конечно Выставил Самое Которое Полезно Научительно Поучительно То я и Выставил А остальное Где встреча С родственниками Там мы О Боге Не говорим Ничего Ну повстречались Там Обсудили Житейские Все О Боге Они слышать Не хотят Ну и Я не стал Ничего Выставлять За брата Андрея Очень радостный Благодарение Богу Да Это брат Помолитесь Чтоб брату Андрея Евангелие Господь послал Красные Вот эти Чтоб он мог Там связаться С Москвой Где у него Что-то не получается Пока А то и Притыкаются Люди Там тоже Видел Наверное Где он Там в Это В одном Пропоем Евангелие Там люди Соблазнились И уже После того Как я съемку Закончил Подошла Одна женщина Четыре Гедеоновские Новые Заветы Понятно Да Нам бы тоже Потому что Русских Ну в Германии Побольше Но здесь Тоже встречаются Каждый день Встречаются Почти И в магазинах Везде Тоже бы Такие Евангелия Ну пока Не знаю Хотелось бы Крупным Молись Господь Усмотрит Да Ну спаси Христос За молитву Игнать 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 Да Поклон От меня От семьи Нашей Живы Здоровы 21 Ну я писал Вам Сына Крестили Здесь Как положено Погружением Такие священники Такие священники Еще есть Слава Богу Которые Кресят Погружением Что очень редко В наши дни Невероятно Редко Вот Сегодня в храме Был я С Ангелин С Ангелинкой С Ангелинкой Правда Вдвоем Слава Богу Все нормально Ты же хотел песнопения Пропеть Да Да Я вот как раз На стихийную Тихонечку Хотел Как бы сказать На злобу дня А сначала Не было так Вот То что мы читали Сегодня Это все К этому относится Намногое Что мы не видим В храме От попрошай Дугущие Туа гравки До алтаря До батюшки С дарами Мы допустили Всюду Беспорядки Христос Сказал Рожденным Ингелия Я не сужу А это нам Так ново Отдань две слова От них Все в холоде Судить Возбудет Слышен Туа гравь Да замолчите Еридик Критин Но если я Невежда Недодепа Магистерскую степень Магистерскую степень Туа гравь Магистерская степень Судить вас будет слышанное слово А там без слова Все холодеет Судить вас будет слышанное слово То как не дрогну Как в афелитре Хотя бы разогреть новый завет Кто исказил беду мудро хитро И затемнил, зажившись с него свет Умнее Бога Павшая вонарь и кратцарь Извечея креста Повалокли сновою в ладку А измышлений своих написал Христос сказал в раздепленном пиле Я не служу, это нам так ново Отдали слава От них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Отдали слава От них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Куда не глянь Но срежет его фраза Сначала было это все не так От головы убили Молись не для показа Ни человека слушая Христа Никто не плачет Как только Бог один А чужая Преблагая Матерь Собирает сына в стиле А заказчик Вензелина скатит Христос сказал в раздепленном пиле Я не служу, это нам так ново Отдали слава От них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Отдали слава От них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Отдали слава От них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Аминь Аллилуйя Всего хорошего С Богом Аллилуйя С Богом Спокойной ночи Хорошее воскресенье У нас получилось Что в церкви с молением Получилось сегодня Семь часов мы Три занятия только получилось А одно в трапезной Два здесь До собрания До богослужения Семь часов Вот какое время Братья Да еще и благовестие в городе Да Да-да-да-да Ну с Богом Спаси Христос Спаси Христос Оля, я сейчас перезвоню тебе Ладно Давай Хорошо С Богом С Богом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok